значит назвав 15 городов я подшучиваю над вами вы не правы не угадали ни один я нахожусь уже в крыму город ялта отлично отлично ну здорово мне главное я рад за вас что вам это нравится вот и что на чем-то остановились или пока ой блин ну тяжело не тоже тяжело становиться тяжело влиться знаете когда я всем говорю мне часто очень знаете подначивают или так подкалывают а ты в америку и жал там чего это у меня не было много денег у меня не было там еще чего-то у меня не было английского но у меня была молодость а когда приезжаешь даже самая реки не вроде и опыт это за сего нету молодости это оказывается сложнее всего может быть не знаю дело то что я в америке тоже возвращался когда-то туда откуда уехал вот и но вы прожили как я понял нас вегасе в основном я много где бывал и я заметил что вернуться невозможно невозможно потому что и ты другой обстановка другая вот поэтому ну ничего отношусь к этому нормально но безусловно что-то кольнуло потому что встретил старых знакомых которых помню заметил что они изменились вот заметил что да в общем то я уже сторожил я уже вот помню вокруг вещи которые не знает никто вообще ну допустим был здесь такой магазин когда-то никто об этом уже не знает большой а вы сколько там в америке я 30 лет а как я да да но я жил я сначала начал перед биржине потом я пожил на среднем западе пожил во флориде вот немножко там покрутился в новой англии в нью-йорке вот покоротки учатся конечно вот и потом снова вернулся на средний запад а потом снова вернулся вертине вот то есть так постоянно этого у меня было висконсина огайо индиана вот в основном там очень много времени прошло одну на юге от марида и вот виржиния остальное так немножко поменьше немножко пенсильванию чуть-чуть зацепил но я так отширилась не рассматриваю ну вот и я когда-то приехал первое конечно я заметил это опять-таки намного худший английский у окружающих на первой же заправке вот потому что все таки да все таки средний запад это образец вот но потом доверил своего бывшего начальника сослуживицу и так знаете тяжело вздохнул потому что да вот они-то остались у меня все осталось таким какое было но на месте не стоит ну и потом посмотрел города в которых я раньше жил там тоже много чего изменилось вот и я бы не хотел даже туда вернуться потому что ушло то хорошее что было и даже слышал нелестно и о школе в которых мои дети учились хотя школа была отличная до уровне на уровне очень хороших восковских школ очень хороших ну в общем скажем на уровне вообще кстати действительно удивляет да вот насколько быстро какой-нибудь нормальный район или нормальная школа может вот так вот хлобыся и стать каким-то просто гетто вы не замечали где-то я не на не говорю я я сказал как бы просто вот я помню жила в таком тоже я скажу другое вот вы пойду тем как затронули потому что как меня удивляет вот наверно самое такое впечатляет как быстро буквально вот мгновенно может измениться все как легко людям помыть мозги вот и как действительно может все измениться на 180 градусов поскольку я не мог понять ну какого-то сопротивление что ли нет ну человек он что он уже какая-то глина из которой можно лепить все другое но фактически вот мы все кто здесь давно живем мы практически все сходимся в одном я почти не встречал людей которые были согласны никакой америки уже давно нет правильно ее нет вот то есть мы с вами приехали в одно время может сказать мы америку застали да я так понял что даже больше застал кофе я больше ездил и не как турист а как местный житель вот мы ее нет в том-то и дело и вот как это легко произошло да это впечатляет так лучше не дают поговорить и не отключайтесь пожалуйста я прошу я потом подойду сейчас не могу а вам не кажется что вот я-то тоже помню и мало того особенно если вспомнить 90 то я помню вот американцы не всегда били себя в грудь том плане что не не у нас оружие мы никогда этого не допустим и честно говоря мне кажется до 2001 года до пока не произошли кое-какие события в принципе особенно американцы и были такими это потом за практически пятилетку все поменялось но я что хочу подожди секундочку но я что хочу подчеркнуть а ведь смотрите как быстро можно поменять людей если вдруг заставить их боятся боятся какой-то боятся какой-то ответственность говорить я не могу сейчас я выйду потом то есть вдруг боятся какой-то ответственности штрафа наложение каких-то там сами понимаете какие-то там типа санкции так дальше и все вот по крайней мере я кого знаю вот из таких типичных раньше ярых таких американцев до не в жизнь мы встанем и восстанем в результате они все восемь то просто тупо сели на жопу и и даже не вякают но первое что я могу сказать что я заметил это произошло ну я сейчас 2004 24 ну наверное где-то около 20 лет назад вы заметили когда рабочих контрактах но я не знаю там часто меняли или нет появился пункт о том что вас могут выпроводить в любой момент по поводу и без повода без объяснения каких-то причин дело в том что подозрение это было да но такого когда-то раньше не было вообще это было бы сразу статья дискриминация конечно вы знаете даже не задумывался но люди обычно не задумываются особенно если они там не адвокаты какие-то или прочее то есть да ну понятно это свобода предпринимательства я допустим не хочу чтобы человек у меня работал это понятно но вы знаете но не всегда же это доводится до какой-то крайности понимаете туда full extent как у нас говорят вот и вдруг вот она появилась ну а если она появилась а ну как то ружье для того чтобы какой-то момент она выстрелила и ну первая реакция какая знаете сначала ты вроде не обращаешь внимание душу странно ну ладно а потом смотришь она бы она во всех контракт стал появляться но и ну как такой ты не хочешь ты не подписывает и не работаешь а если ты подписал ну хорошо ты там не вышел на lgbt там какой-то и так как-то так случайно получилось вообще не обязательно объяснять просто тут не надо и все и давай вы проваливай вот пожалуйста вам такой пример или там ты за какую-то там в украину не хочешь вписываться как ты здесь покупки делать не будешь потому что это частная собственность которая никак не обозначена и которая на самом деле условно полная но извините я людям должен об этом рассказывать у меня была ситуация на работе я груз кустя вам вообще вот не странно что вы которые здесь родились вот выросли продолжаете живете вы какие-то вот такие простые вещи не знаете например своему начальнику и это говорил который был сам черный вот такой мужик вот и я когда это все начиналось я даже не помню повод и из-за чего все это было вот честно говоря жаль потому что это было что-то такое важное стоящее но я немножко удивился грудь и что защищаешь вот такие порядки то есть получается я больше американец чем ты в этом плане и вот и вот как-то одно как-то у всех поп пошло но я совершенно точно вижу здесь взаимосвязь потому что дальше через работу у человека контролирует полностью если там чуть не то ляпнет ну понятно вылетел с работы дальше вы знаете сколько вы будете искать новую на вас там висит этот моргич вот на вас то до вас это и все как говорится съехать очень легко не очень быстро на действительно очень быстро с другой стороны я могу сказать так что если вы в себе хорошо уверены и энергия есть то знаете есть такой момент не бойтесь это во первых во вторых у меня бы вы бывало там пару случаев и даже сейчас уже не помню многих когда контракты вот так вот безобразно заканчивались вот узнаете есть правило пяти минут то я понимаю но я все равно он намекнул на другое я все равно вам намекнул на то что понимаете вот чтобы сделать какой-то бардак вернее что-то изменить особенно да серьезное насветку это бардак и в этом бардаке может всегда что-то поменять серьезное вот смотрите в 2001 году сделали бардак потом под этот бардак поменяли многое серьезное под это серьезное в первую очередь поменяли забрали особенно у американцев их не многие права и втулили вот правильно как вы говорите и всякие такие вещи которые у работников появились а вот которых и близко не было у полиции появилась тоже такая же штука и так дальше и в результате народ сел на жопу извиняюсь за выражение потому что они стали бояться как только они стали немножко бояться это их разъединило кроме этого всего ввели вдруг всякие штучки странные голубые синие зеленые красные фиолетовые но вы понимаете на что я намекаю это тоже сильно разъединение были ли они до этого я приехал в америку они тоже были но они не насаждались они не пропагандировались они явно не выпячивались я видел особенно в сан-франциско не вам рассказывать там там такой флаг стоит и вокруг него столько всего но теперь это приоритеты вдруг то и так дальше и так дальше это еще больше разъединило народ в результате мы видим в америке то что мы к сожалению видим я могу сказать одно вот оглядываясь сейчас назад мы как-то удачно сегодня тему затронули вот оглядываясь назад я вспоминаю ситуацию приблизительно там наверно 15-20 летней давности но я могу ошибаться точно датах которая произошла в столице соседнего мэриланда городе анаполисе значит уже тогда начинали втюхивать сами понимаете вот эти вот отношеница и там был бизнес какой-то вот это знаете троллы такие ну автобусы стилизованные под старинные трамвайчики вот и значит бизнес по сути разрушили закрыли потому что я скажу честно и по-русски потому что хозяева тупо засали вот значит вопрос был такой значит они хотели заказать поездку для этой самой гомосяцкой свадьбы так называемой а хозяева были христиане и поскольку они же в итоге знаете затаскают по судам вот это вот история а наглости у них достаточно не хватает в этом плане вот на этом те решили как говорится лапки кверху и все аналогичная ситуация была с кондитерскими ведь ни у кого не стал вопрос слышь ты козел пойти другую кондитерскую там наверняка найдутся такие которые с большими толстым удовольствием тебе сделают тортик но ты специально выбрал эту специально знаю хозяин ее христианин там и так далее чтобы сделать провокацию и то есть это было сделано нарочно умышленно специально до елки-палки конце концов ну трусливая жизнь и вот за что вот такое вот уважать по сути когда мы приехали это уже была инерция предыдущей Америки которая была та ну я бы не сказал что на наших глазах что-то в этом плане хотелось по инерции когда-то вот дали должного вот такой толчок я с вами совсем не соглашусь вот вообще может быть но тогда другое потому что я четко видел что и кстати особенно разговаривая так скажем с американцами особенно когда попал в штате Вашингтон в Ваначи когда мне американцы особенно в этой так скажем это там где выращивают яблоки Ваначи Эпплс да то есть этот самый Вашингтон Эпплс вот эта корпорация они как когда они мне рассказали про талоны на питание когда совсем недавно оказывается это было у них особенно в семидесятые годы когда они мне рассказали как им-то чего не хватало и многое так дальше я такой думаю обоньки и задумался и оказывается жить они начали особенно вот в эти девяностые годы то есть именно в то время когда мы с вами приехали то есть когда развалились Советский Союз когда вот это все богатство и тем более понеслось и потекло сами понимаете и в Америку и на запад и так дальше хватило всем это знаете я всегда часто привожу такой пример когда пираты захватили маленькую лодку то матросам может быть и не досталось ни хрена но когда пираты захватывают огромный корабль достается всем и мы с вами видели именно ту Америку которая пышела где люди конкретно не доедали от слова совсем потому что столько жрать было невозможно вот эти порции огромные вот это всего все было дешево еда была дешевле грязи ведь так так я помню получал там несчастных там 1000-1200 долларов мне вот так хватало включая дискотеки потому что на еду у меня уходило максимум 150-200 долларов в месяц понимаете и так дальше и так дальше да на 150 долларов в месяц одному можно было ужаться это реально я могу сказать ну я сейчас вы за детали хватаетесь я пытаюсь вам все таки подчеркнуть именно принцип именно основу этого всего почти что я в общем то и пытался сказать рассказывать случаи друг другу мы можем разные но опять таки я понял вы со мной были не согласны потому что я немножко не имел в виду я имел в виду вот это внутреннее ощущение понимание вот своих законов каких-то прав вот вот это как говорится наследство тех которые вот когда-то понимаете вот это оно стало как-то потихонечку то есть то что мы застали тогда это были остаточные явления может быть не совсем даже остаточные ну как бы сказать вот машина разогналась вот она идет на полном ходу ну водитель снял ногу с педали там электробус троллейбус какой-то он же продолжает катиться но нога уже не на педали понимаете о чем я вот вот я это имел в виду и сейчас немножко вот немножко мысль а я имел в виду еще вот что я оглядываясь назад все время хочу задать такой вопрос вот за время нашей жизни здесь а что здесь появилось нового хорошего чего не было раньше технические новинки да причем далеко они все и некоторые даже не дотягивают до многих зарубежных я сейчас не о них я говорю о том хорошем что делала Америку именно Америкой и вот я оглядываясь назад могу сказать это все было сделано до нашего приезда это все унаследовано от предыдущих поколений это все замечательно у меня вопрос был хорошо а от новых вот с этого момента дальше что новое дальнейшее развитие ведь мы когда приехали в Америку ну по крайней мере я заметил здесь не было такого понимания что история движется по кругу вот как в Европе да или там как в России но движется вверх постепенно вот внутреннее такое понимание существовало и дальше задаю вопрос ну да понятно вот хорошо что а где движение ведь у многих например в России почему сегодня подъем я в этом абсолютно уверен почему у них подъем они видят изменения от худшего к лучшему то есть возможно у них это раз и в России еще есть стремление догнать и перегнать того что на самом деле не существует Америку например которая была я даже не об этом потому что вы знаете это вы не об этом потому что вы не там а я вот здесь и мне прихожу в кафе какой-нибудь или какой-нибудь к друзьям особенно кто там занимается какими-то вещами они такие ну чё тебе как не нравится у нас я говорю почему мне не нравится они говорят ну конечно ты с Лас-Вегас оттуда сего у вас то так круто наверное я говорю да нету такого там как у вас обслуживание и тому подобное там грубые люди мечтают о таком о чём ты говорил и они мне не верят они мне не верят понимаете я понял о чём вы говорите но опять-таки я имел что в виду но вот я смотрю там где живу я и хочу вспомнить ну хорошо что вот изменилось за те годы сколько я здесь живу я здесь живу уже 19 лет вот и могу сказать только одно хорошее изменилось чего не было раньше разметка и больше ничего а ну некоторые светофоры поменяли на кронштейны были яркие светофоры стали да согласен они висели раньше на тросах а сейчас везде поставили кронштейны а тогда вот разметка такая более детальная там велодорожки и вот этого не все-таки а все остальное оно уже было оно такое же какое и было все это уже было в россии когда люди видят движение когда вот оно меняется это совершенно другой настрой если вам просто хорошо начинаете где-то в чем-то скучать многие знаете хочется чего-то начинаете выдумывать но кроме того я считаю что у россии в этом плане есть большая опасность дело в том что мы с вами примерно давайте потом про россию просто мне надо уже бежать я это самое у меня время уже зашкаливает немножко мы с вами еще раз встретимся и по и как раз это самое поговорим про результаты и кто кто стал кто кто чего я спрошу естественно как это было у вас освещалось ну и так дальше а на сегодня и мне надо бежать всего вам хорошего вот увидимся в следующий раз пока пока счастливо не 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 все нормально вы рассказали я специально слушал и люди я думаю это оценят пока пока всего доброго до свидания так народ значит чего я хочу подытожить ну во первых мы действительно одинаково прожили в Америке взгляды у нас чуть-чуть разные но мы и видели разные вещи в принципе если вы заметили мы обои скучаем за той Америкой в которой мы приехали и не потому что мы туда хотим или Америка лучше прекратить вот эту херню думать вообще понимаете ну абсолютно нормально для нормального человека нормально думать если там где-то нормально то это нормально что не так то блин и если бы Америка стала на нормальные рельсы и тем более опять все бы вернулось на нормальные рельсы с Россией торговля взаимозачеты какие-то в правильных именно рамках и правилах да это всем было бы классно в первую очередь поверьте мне это было бы классно и для России и для Америки да вообще для людей было бы классно для любой страны в принципе это когда кто-то вот борзеет особенно все эти корпорации пытается это все глобализировать то есть корпоратив не корпоратив на новый год а когда понимаете вот эти все корпорации все это захватывает вот эта глобализация это ужасно я надеюсь вы понимаете про что я говорю или на что намекаю что-то я не говорю откровенно так надо в общем всем понимание спасибо за внимание всего хорошего и кто помогает моему каналу огромное человеческое спасибо бай-бай